Северный Кавказ прекратился в кладбище федеральных миллиардов. Экономика. Бизнес в России 23 октября 13.57. Северный Кавказ прекратился в кладбище федеральных миллиардов. Экономика региона загибается, а за границу руководители летают роскошными чартерами по 80 миллионов каждый. Антон Чаблин. Комментарии в просмотров 4.225. Фото. Дмитрий Рагулин, ТАСС. Деятельность Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа счетная палата уже не первый раз признала неэффективной. Бюджетные деньги, миллиарды рублей, выделенные на поддержку реального сектора экономики этого региона, с умом снова потратить не удалось. Министры меняются. Но более не меняется ничего. Аудитор счетной палаты России Светланы Орлова, та самая, что бывший губернатор Владимирской области, на заседании коллегии отчиталась об итогах проверки Минкавказа. Проверяла она, как реализуется госпрограмма социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, принятая еще в 2014 году. В соответствии с этой программой, Министерство ежегодно выделяет местным властям субсидии на поддержку самых значимых инвест-проектов. Распределяются они по линии корпораций развития, которые есть в каждом регионе Северного Кавказа, а имеется и еще большая, головная корпорация, поддерживающая самые крупные проекты на Северном Кавказе. Читайте также. Регионы не справились с мусорной реформой и очередную провальную инициативу государства похоронят по-тихому. Так вот, как установила Орлова, вся эта система не работает. С начала 2017 года на поддержку инвесторов было осигновано 11,2 миллиарда рублей, однако из 27 запланированных проектов реальные деньги выделены только на 8. В 2017 году для софинансирования проектов было привлечено только 22% планируемых средств, а в прошлом только 36%. В Дагестане не заключено соглашение с корпорацией развития, а в Северной Осетии вообще не установлены правила отбора инвест-проектов. Подобные черные шары счетная палата выкатывала Минкавказа и прежде. Скажем, по итогам 2017 года выяснилось, что удалось достичь лишь трети планируемых показателей развития федерального круга. Министерство потратило лишь 45% выделенных средств, из них в декабре 32%. В 2017 году, как установила счетная палата, должны были быть реализованы 11 инвест-проектов, а реально завершить удалось только один строительство завода по производству алюминиевого профиля в Ингушетии. Материалы предыдущей проверкой счетной палаты были переданы в правительство России, а также в Минфин, Генеральную прокуратуру и ФСБ. Официально для принятия управленческих решений. С тех пор уже и министр по делам Северного Кавказа сменился. Место Льва Кузнецова занял Сергей Чеботарев. Но, как видно, по сути ничего не изменилось. Лесняк. Государство тратит миллиарды, чтобы привлечь миллионы? К сожалению, предусмотренная господдержка регионов и ее реализация – вещи несопоставимые, говорит советник президента Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей РАСП Дмитрий Лесняк. Те деньги, которые государство направляет для улучшения инвестиционного климата и создания новых рабочих мест, можно было бы направить на социальную сферу того же региона и улучшить жизнь людей, построить новые больницы, школы и другие объекты социальной инфраструктуры. А в последующем это бы улучшило и инвестиционный климат в данном регионе. К тому же есть вопросы к разумности использования бюджетных средств. Невозможно выделить несколько миллиардов, чтобы привлечь несколько миллионов инвестиций. Это нецелесообразно, но на практике именно так нередко и происходит. СП, вы рассказываете о негативном опыте. А как система господдержки должна работать? Для регионов и инвестиционного климата самое важное – это фиксированная налоговая ставка, которая долгое время не изменяется ни в каких сферах бизнеса. Другой важный момент – защита интересов работников, то есть нормальная деятельность профсоюзов. Также должны быть налоговые льготы для тех или иных направлений бизнеса в разных регионах. И только при соблюдении этих условий инвестиционный подход станет наконец-то результативным. Алёхин, чиновников с проектным мышлением единицы. Помню, этим летом на пресс-завтраке тогда еще в РИА губернатора Курской области Роман Старовойт сказал, что всякого рода свободные экономические зоны, технопарки и остальные аналогичные инструменты привлечения инвесторов не работают. Главная его мысль была в том, что должен становиться инвестиционно привлекательным весь регион, а не его часть, рассказывает свободная пресса президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алёхин. То есть надо не заталкивать инвестора на конкретные площадки, а находить территории в регионе, которые будут соответствовать условиям каждого конкретного проекта. СП, вы как бизнесмен со Старовойтом согласны? Полностью согласен. Давно пора переходить к проектному управлению и финансированию во всем. То есть мы ищем инвесторов, которые отвечают потребностям территории по экологии, инфраструктуре, квалификации кадров, имеющихся в избытке в конкретных местностях, и тянем их в свой регион. Показываем все возможные территории, заключаем соглашение и делаем из пустой территории площадку опять-таки под конкретного инвестора со всеми коммуникациями и инфраструктурой. Далее защищаем проект на федеральном уровне и уже под него получаем субсидирование, после предварительной проверки его эффективности экономистами из федерального центра. СП, звучит красиво и правильно. Но готовы ли сегодняшние чиновники к такой проектной работе на результат? Судя по отчету счетной палаты, с которым я ознакомился, и потому, что происходит в регионах, к такой проектной работе готовы лишь единицы региональных руководителей. Соответственно, задача федеральной власти искать таких руководителей и оценивать их результаты в соответствии с жестким критерием по эффективности привлечения инвесторов. А в это время эхо многочисленных скандалов вокруг экономики Северного Кавказа докатилось и до Соединенных Штатов. По сообщениям американской прессы, во вторник там иммиграционными агентами США недалеко от Майами, штат Флорида, арестован экс-глава компании-курорты Северного Кавказа Ахмед Белалов, находящийся в международном розыске. Россия богатеет, вы верите в это. Обман один. Скатились. Ниже некуда по данным Растата. Наши граждане с каждым днем живут все лучше. В отношении Ахмеда Белалова в России в 2013 году было заведено уголовное дело по обвинению в причастности к необоснованным затратам средств на поездки руководства компаний в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши из бюджета курортов Северного Кавказа. Как сообщала генпрокуратура, для перелета Ахмеда Белалова во Францию, в Великобританию и другие страны, среди прочего, заказывались чартерные рейсы на сумму около 80 миллионов рублей. Другое уголовное дело возбуждено и в отношении брата Белалова Магомеда. Братья вместе контролировали компанию «Красная поляна», которая отвечала за строительство комплекса «Горки» в город под Сочи. Сроки строительства объекта оказались сорваны. Магомед Белалов также был одним из крупнейших акционеров Национального банка развития бизнеса. По данным МВД РФ, банку выделили более 5 миллиардов рублей на олимпийскую стройку в Сочи, однако впоследствии кредитную организацию объявили банкротом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова